Бригады Сегодня по одному блоку у меня вопросы, но это нехватка персонала на объекте. Будем добавлять, будем усиливаться. Причем активно работаем с местным населением через Туимский психоневрологический диспансер. Отрабатываем, приходят люди практически каждый день. Но, к сожалению, приходит пять человек, отбираем одного-двух. Министр проверил и обеспеченность объекта стройматериалами. Сложность и недостаток этого объекта – удаленность от центра почти 200 километров. А это дополнительное время, например, на доставку того же стройматериала. Частично именно этим фактом и объясняют руководители проекта «Отставание от графика». Строители уверены, что с объемами, несмотря на серьезное отставание от графика, справятся. Мало того, уже подготовились и к надвигающимся морозам. Туим и холодает раньше, чем в других районах республики. Организованы прогревочные станции, то есть бетон греется. Сейчас пока вода не требует подогрева еще, днем теплится, плюсовая температура. То есть на зиму организован уже подогрев песка, подогрев воды. Привезены добавки морозостойки. Срок, отведенный на строительство соцучреждения – два года. Проект нового интерната предусматривает двухэтажное здание с цокольным этажом. После ввода новых корпусов появится возможность принимать больше людей, нуждающихся в медицинской помощи. Наталья Данина, Руслан Шалгынов, РТС.